Государственная дума в последний год принимает все больше и больше репрессивных и абсолютно дурацких законов, которые на самом деле никому не нужны. В нынешнем уголовном кодексе есть все статьи, которые позволяют наказывать любые виды правонарушений, которые реально совершаются. Это и традиционные, что называется, преступления, связанные с насилием, побоями, оскорблениями, клеветой, убийствами, чем угодно другим. То, что обычно сопровождает вот эту самую религиозную, национальную, какую угодно другую рознь. Более того, есть отдельная статья, которая вводит отдельно утечающий состав преступления, если то или иное преступление совершено по мотивам, в том числе религиозной розни. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы вводить, стать отдельные нормы закона или ужесточать существующие. Я не вижу такой проблемы. Мне кажется, она абсолютно надуманная. Более того, очень многие представители религиозных кругов, церковных кругов, как православных, так и мусульманских, тоже недоумевают. Они говорят, мы не понимаем, зачем это нужно. И я, в частности, перед голосованием по вот этому закону об оскорблении чувств верующих встречался с одним из наиболее радикальных, так называемых, православных активистов, Дмитрием Энтео. Он тоже мне говорил, я не понимаю, зачем это нужно. Это ни для чего не нужно, и это только осложнит наше собственное положение, положение верующих. Это против нас может обернуться в любой момент времени, бумерангом вернуться. Поэтому я считаю, что никакие подобные репрессивные меры делать не надо. Я считаю, что нам наоборот сейчас нужно думать о смягчении законодательства. Я думаю, что главное это добиваться ровного отношения, одинакового отношения, неизбирательного отношения правосудия ко всем нарушителям закона и неотвратимости наказания. Это то, что у нас в стране отсутствует. А жесткость наказания у нас всегда была избыточной.